Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите обращение губернатора, как будет развиваться Подмосковье в ближайшие 12 месяцев. Лидерство имеет ценность только тогда, когда меняет жизнь человека к лучшему. Вопросы взаимодействия бизнеса и обучающих учреждений обсудили в колледже «Московия». Мы все-таки хотим расширить спектр или перечень предприятий, куда наши ребята будут трудоустраиваться, где они будут проходить практику. Ученики Видновской школы номер 4 посетили урок мужества в историко-культурном центре. Мы фактически сегодня последнее поколение, которое может общаться со свидетелями тех лет, тех дней. Как будет развиваться Подмосковье в ближайшие 12 месяцев? Что ждет наших жителей? Об этом и многом другом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в своем ежегодном послании. Пройдет год под девизом «Чуткая власть». Екатерина Коваленко внимательно выслушала все тезисы. Уже в седьмой раз губернатор Московской области Андрей Воробьев выступает с ежегодным обращением к жителям Московской области. Об итогах и целях, прорывах и успехах, задачах и вызовах. Открыто, емко, откровенно. Нерешенных задач остается множество. Это факт. Но и сделано уже немало. Важно продолжить движение вперед. Как сказал президент, вниманием, заботой доказывать свое лидерство. Лидерство имеет ценность только тогда, когда меняет жизнь человека к лучшему. Когда каждый чувствует неравнодушное отношение к своим проблемам. Может конкретно сказать, что сделала власть в его дворе или городе. Диалог власти с жителями позволит сделать прорыв во всех сферах жизни. Экономике, здравоохранении, образовании, строительстве, культуре и спорте. Ключевыми моментами выступления Андрея Воробьева стали рост экономики, привлечение инвестиций, повышение доходов людей. В зоне особого внимания – социальная политика. Предлагаю ввести региональную поддержку только для семей, у кого родился первый ребенок. Если малыш родился в Подмосковье с 1 января текущего года, то для его родителей мы снизим ставку по ипотеке на 3%. При покупке жилья наших новостройок. Средняя квартира в Подмосковье стоит 4-4,5 миллиона рублей. Наша помощь, если говорить о деньгах, будет составлять порядка полутора миллионов рублей. Это оплата процентов по кредиту. Разработаны меры дополнительной поддержки для одной из самых уязвимых категорий жителей, одинокопроживающих пенсионеров старше 65 лет. С 1 мая к их пенсиям ежемесячно будет доплачиваться тысяча рублей. А еще в этом году станет меньше обманутых дольщиков. Были названы проблемные объекты, которые достроят и ведут в эксплуатацию в ближайшие 12 месяцев. Среди них и 5 домов жилого комплекса Булатниково, расположенного в нашем муниципалитете. Отрадно было услышать, что по нескольким направлениям поставлена задача, и есть гарантированная уверенность о том, что должно случиться. Это и введение детских садов, это и достройка нескольких объектов проблемных дольщиков. Это школы, это больницы. Эффективная работа под девизом «Чуткая власть» – такой основной приоритет на 2020 год. Планы и задачи сформулированы на основе просьб жителей, которые они озвучивали во время встреч в разных муниципалитетах и размещали на портале Добродел. Уже давно этот ресурс является лакмусовой бумажкой основных пожеланий и требований граждан. Основной из важнейших задач, которую поставил перед главами, перед администрацией, перед Советом депутатов муниципалитетов наш губернатор – это быть, безусловно, ближе к людям, слушать и слышать наших жителей. Также в обращении губернатор упомянул Видновский дом малютки. Сейчас в одном из корпусов идет реконструкция, но уже скоро его двери распахнутся. Депутат Московской областной думы Владимир Жук держит руку на пульсе. Там работа уже завершается. Я думаю, что к концу весны они будут уже завершены. И этот объект будет введен в эксплуатацию. Мы его постоянно мониторим, смотрим, что происходит. Если какие-то проблемы, помогаем. А это бывает такое. Поэтому один из объектов, который будет введен на Московской области – это Видновский дом ребенка. Послание продолжалось более часа и стало для всех муниципалитетов руководством к действию. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Андрей Воробьев в своем выступлении затронул важные аспекты нашей жизни. Одной из тем стала социальная поддержка разных категорий людей. И сегодня с нашей гостьей Светланой Запковой, заведующей отделом обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защиты населения, мы поговорим о предложениях, которые внес губернатор, а также о тех предложениях, которые были внесены чуть ранее президентом России Владимиром Путиным. Здравствуйте, Светлана Юрьевна. Добрый вечер. О каких изменениях можно говорить в жизни людей льготных категорий в ближайшее время? Я сначала предлагаю кратко резюмировать то, что предложили сделать руководители нашей области, нашей страны, чтобы напомнить еще раз гражданам. Наш губернатор Андрей Воробьев предложил, во-первых, облегчить реализацию регионального материнского капитала. Я напомню, что с 2011 по 2016 год у нас в Московской области действовала программа. При рождении второго ребенка выдавался сертификат на региональный капитал 100 тысяч рублей. Опыт показал, что его реализовало всего 30% граждан. И губернатор предложил в случае рождения в такой семье, где уже есть этот сертификат третьего ребенка, выплатить в два этапа по 50 тысяч рублей этот сертификат. То есть реализовать его не на те цели, которые предусмотрены сейчас, это улучшение жилья или улучшение образования ребенком, а просто отдать их в семью, потому что рождение ребенка вызывает в семье дополнительные расходы. Подробности о том, как это будет реализовано. Ну, я, наверное, предварительно, что о любой мере, о которой мы сейчас будем говорить, подробностей сказать нельзя. Губернатор и президент выступили, законодательных актов по реализации еще нет. Два-три месяца, думаю, будет готовиться база. Тем не менее, к вам уже, наверное, обращаются достаточно активно по этому поводу. Да, безусловно. Поэтому мы немножко, давайте дальше пройдемся по мерам и поймем, куда же обращаться. Конечно, за реализацией вот этих сертификатов 100 тысяч рублей люди обратятся в управление суд защиты. Также губернатор предложил поддержать людей, одинокопроживающих людей старше 65 лет, предположив, что это наиболее уязвимая в наших жизненных условиях категория граждан. Мой опыт работы в управлении позволяет предположить, что максимально все, что будет возможно, будет сделано в автоматическом режиме. Это раз. Во-вторых, для любой новой выплаты обычно вводится 6-месячный срок для доназначения денег тех, кому кто-то не успел, или по каким-то причинам сведения о которых отсутствовали в нашей базе. А какие-то заявления они должны делать в социальную защиту? Даже вам я снова повторюсь, да, не только нашим гражданам. Никаких законодательных актов, которые прописывают процедуру назначения этой выплаты в 1000 рублей лицам старше 65 лет, еще нет. Но современные наши программы и информация, которая содержится в наших базах данных, позволяет определить, кто такой одинокопроживающий гражданин, определить, какая у него выплатная информация, куда необходимо оплачивать деньги. Также с 1 января произошли изменения в обеспечении питания для детей до 3 лет, а также кормящих и беременных женщин. Что по этому поводу можно сказать? Ну, как всегда, вернемся к истории. Значит, каждый муниципалитет самостоятельно путем через госзакупки приобретал питание. Это очень трепетная и больная тема. Правильного состава, молоко, по сроку годности, баночки, пюре кормления. Кому-то эти продукты подходили, кому-то нет. Мамы были вынуждены с колясками ходить в поликлинику, забирать в какое-то установленное время это питание. Конечно же, получив деньги, проще пойти самой, купить в удобное для себя время то питание, которое необходимо твоему ребенку. Поэтому муниципалитеты предоставления бесплатного питания прекратили. Губиоблац взяла эти расходы на себя путем предоставления ежемесячной выплаты. Все новое на первом этапе вызывает пробуксовки. Очень многие женщины подали заявление, и на самом деле практически половине из них выплаты уже назначены, и даже 21 числа отправлены первые денежные средства. Но деньги еще не дошли на счета граждан, и девушки многие волнуются. Заявление подается у нас через сайт услуги mosareg.ru. В электронном кабинете, как правило, девушки у нас уже видят, что по заявлению принято положительное решение. Если есть такая запись, значит в ближайшее время вы получите эти денежки. Кому же они положены? Беременная женщина старше 12, у которой беременность больше 12 недель, прошу прощения, имеет право на 400 рублей в месяц. Кормящая мама, пока нет ребеночка, в 6 месяцев имеет право получать 1000 рублей ежемесячно. Ребенок, если он на искусственном смешанном скармливании с рождения, либо с 6 месяцев по 1000 рублей ежемесячно. Право на эту выплату имеют граждане, имеющие гражданство Российской Федерации и место жительства в Московской области. Заявление удобнее всего подавать в электронном виде. И как раз здесь государство позаботилось об упрощении порядка. Если мамочка получила свидетельство о рождении в Московской области, она официально прописана, и ребеночек официально у нас прописан. Ребеночек прикреплен к поликлинике детской Московской области. Она подает заявление из дома на портал и больше не делает ничего. Если она правильно заполнит все графы, ей не нужно будет ни на сверку, ни писать где-то еще заявление. Дальше просто сидит и ждет. Да, отслеживает статус в личном кабинете, видя, что принято положительное решение, через какое-то время и приходят деньги. В предоставлении этой услуги задействованы 4 информационных системы. Мы отправляем запросы в электронном виде. Когда бы такое было? Правда, раньше нам многие подобные вещи были недоступны. Запросы в связи в органы МВД о регистрации по месту учительства в органы ЗАГС, в поликлинику, они приходят нам тут же практически в течение дня ответа, и мы производим назначение. Светлана Юрьевна, большое спасибо, что сегодня пришли к нам и рассказали эту ценную и важную информацию. Я напомню, что мы беседовали с заведующей отделом обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защитой населения Светланой Запковой. Юбилейные медали – символ внимания, уважения и восхищения мужеством, проявленным в годы войны и послевоенные трудовые десятилетия. Одному из первых медаль вручили ветерану Великой Отечественной войны Алексею Никитовичу Крыкову, которому в этом месяце исполнилось 98 лет. В гости к нему для торжественного вручения юбилейной медали пришли депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов и исполняющий обязанности главы Ленинского муниципального района Алексей Спасский. Встреча прошла в теплой домашней обстановке. Поручение у меня большое от президента нашего Владимира Владимировича Путина вместе с Вячеславом Фетисовым, величайшим нашим спортсменом и политическим деятелем вручить вам медаль 75-летия Победы. Поздравляем! Алексей Никитович Крыков родился 8 января 1922 года. В январе 1942 был призван на защиту Родины. После подготовки сразу же был отправлен под Сталинград, где сержантом медицинской службы 223-го гвардейского стрелкового полка принял участие в Сталинградской битве. В 1943 году в битве на Курской дуге получил тяжелое ранение, после чего был комиссован. За доблесть и отвагу при обороне Сталинграда награжден орденом Красной Звезды. Лина дошел. Вот Фринц меня не пустил, говорит. А я, говорит, дошел. На встрече присутствовали родные люди Алексея Никитовича. Сын Виталий Алексеевич и внучка Оксана, которая заботится о своем дедушке. Ну, мы то поколение, которое выросло после войны. Для нас герои Великой Отечественной были примером. Так получилось, что мы побеждали на ваших примерах, но уже в спорте, в хоккее. И поэтому бесконечно гордимся вами. Желаем доброго здоровья. В настоящее время в Ленинском городском округе проживают всего два участника Сталинградской битвы. А всего в муниципалитете награды получат 57 фронтовиков. Вопросы взаимодействия бизнеса и обучающих учреждений обсудили во время круглого стола, который состоялся в колледже Московия города Домодедова. Главная цель – подготовка профессиональных специалистов для дальнейшей работы на предприятиях-партнерах. К какому выводу пришли гости встречи, расскажет Юлия Погасьян. Профессиональный колледж в Москве – сегодня одно из ведущих учебных учреждений в Московской области по подготовке сотрудников среднего звена разных специальностей. Ежегодно каждый из пяти филиалов колледжа выпускает порядка 200 специалистов высокого класса. Большой популярностью у абитуриентов пользуется направление «Сервис на транспорте». Многие выпускники после окончания обучения по программе «Приток» идут работать в аэропорт Домодедова. Сегодня больше половины школьников, то есть тех молодых ребят, которые сегодня обучаются у нас в Подмосковье, выбирают профессиональное образование и хотят стать специалистами по рабочим специальностям. И поступают в колледжи. Но это не все. Они поступают в колледжи для того, чтобы в дальнейшем, вот это, кстати, ключевой момент, и я хочу акцентировать на это внимание, чтобы в дальнейшем продолжить работать на тех предприятиях, которые успешно развиваются и действуют сегодня в Московской области, и те, которые будут созданы в будущем, работать рядом с Домом, работать нашим Подмосковьем. На сегодняшний день колледж Московья сотрудничает с рядом престижных организаций и предприятий, куда и трудоустраиваются выпускники учебного заведения. Но руководство колледжа стремится предоставлять своим абитуриентам еще больший выбор. Об этом и говорили во время круглого стола на тему «Открытый диалог с бизнесом», куда были приглашены как существующие партнеры, так и предполагаемые. Мы все-таки хотим расширить спектр или перечень предприятий, куда наши ребята будут трудоустраиваться, где они будут проходить практику. Кроме того, хотим услышать от предприятий те проблемы, потребности, их требования, которые они предъявляют к кадрам на сегодняшний день. И уже потом выработать какое-то единое решение для того, чтобы наше взаимодействие было продуктивным. Сейчас партнерство с крупными предприятиями у колледжа складывается куда более продуктивнее, чем с мелким бизнесом. Ведь большие организации готовы брать выпускников, невзирая на их опыт работы, и под себя растить специалистов, в то время как малый бизнес не может позволить себе такой роскоши. Об этом во время круглого стола говорил президент торгово-промышленной палаты городского округа Домодедова Александр Пашков. Подготовка кадров и развитие их – это, к сожалению, не один месяц, иногда и не один год. И основная проблема у микропредпринимателей в том, что мы не можем, не готовы брать сегодня студентов нашего колледжа без опыта. А этот опыт нужно получать уже в процессе работы. Необходимо улучшить систему взаимодействия по привлечению на практику трудовую. Удачным итогом встречи можно считать то, что всем сторонам удалось высказать свою точку зрения и бизнесу, и образованию. А значит, задача круглого стола была выполнена. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Видное ТВ. Ежедневно в России от рака умирают более 700 человек. В мире более 29 тысяч. Каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина сталкиваются с этим тяжелым заболеванием. В преддверии Всемирного дня борьбы против рака мы поговорили с врачом-онкологом Гузаль Азизовой о диагностике, профилактике и о том, как не упустить симптомы заболевания. Благодаря ежегодной диспансеризации в прошлом году врачи Винновской районной клинической больницы диагностировали 120 случаев заболевания раком. На первом месте это рак кожи. С чем это связано? С тем, что географическое расположение расположено так, что солнца у нас мало. Поэтому люди у нас очень любят солнце, витамин D, и неправильно используют его тогда, когда уезжают на отдых. На втором и третьем месте рак молочный и предстательный желез. По статистике, каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина рано или поздно сталкиваются с онкологией. Поэтому так важно своевременно проходить диспансеризацию и при малейшем дискомфорте обращаться к медикам. Вот раз и мужчины, и женщины любого возраста приходят на осмотр к онкологу. Если это женщина, они проверяют обычную молочную железу и показывают кожу. Там родинки, папилломы. Статистика говорит о том, что после 35-40 лет риск развития онкологии заметно возрастает. При этом рак молочной железы существенно помолодел, особенно среди девушек, принимающих оральные контрацептивы. По четвергам проводится профилактический день, проводим осмотр, соответствующие, если нужны показания, то проводим диагностику и дальнейшее наблюдение в динамике. Как известно, болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Поэтому врачи советуют вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, больше отдыхать, поменьше нервничать и правильно питаться. Больше употреблять овощей, фруктов. Тем более, все знают, солнца мало, больше зелени надо есть употреблять. Меньше мяса кушать, проводить какие-то разгрузочные дни без употребления мяса хотя бы два раза в неделю. 4 февраля в рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями во многих городах и странах пройдут Дни здоровья. Семинары и флешмобы, направленные на привлечение внимания к проблеме. Ведь доказано, что при обращении к врачам на ранней стадии в 95 случаев удается спасти жизнь пациенту. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВиднетВ. Урок мужества под названием «900 блокадных дней», который состоялся в районном историко-культурном центре, посетили ученики Видновской школы номер 4. Они узнали о стойкости и мужестве ленинградцев. Подробнее в нашем сюжете. В конце января вся страна отметила 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. В связи с памятной датой в районном историко-культурном центре прошел урок мужества «900 блокадных дней». Посетили его около 35 учеников 8-х классов Видновской школы номер 4. Они смогли увидеть документальные кадры, услышать воспоминания и письма очевидцев событий, среди которых были и видновчане. На уроке был зачитан знаменитый дневник Дани Савичевой. Ученики узнали блокаду Ленинграда и в цифрах. 125 граммов, 872 дня, 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов. Из Ленинграда с начала войны эвакуировано около миллиона 800 тысяч человек. После снятия блокады в городе оставалось 560 тысяч жителей. В пять раз меньше, чем в начале войны. Уроки мужества проводят минимум два раза в месяц. Сотрудники историко-культурного центра принимают учеников не только у себя, но и проводят занятия в школах. О блокаде Ленинграда рассказывала Раиса Погорелая, которая отметила, что хочет, чтобы нынешнее поколение помнило о подвигах советских людей и умело ценить сегодняшний день. Мы фактически сегодня последнее поколение, которое может общаться со свидетелями тех лет, тех дней. И дети об этом сегодня уже, считай, ничего и не знают. И поэтому мы считаем своей задачей обо всем об этом говорить, показывать, зачитывать письма, воспоминания людей тех лет. В Санкт-Петербурге в этот день люди идут на Пискаревское кладбище, чтобы отдать дань тем, кто не дожил до снятия блокады. Память жертв трагического события присутствующие почти лиминутые молчания. Равнодушным ребят урок мужества не оставил. Хероизм российских, советских людей, то есть как в блокаде люди жили и выживали два года пять месяцев. То есть это все запомнилось и не утратится никогда. В то время очень много людей умерло. И то, что это очень печально для тех людей, которые, ну, для сегодняшнего времени, потому что многие люди не знают об этом, но обязаны, знать должны. Помнить о подвиге Ленинграда нужно всегда. О нем важно рассказывать новым поколениям. Урок мужества 900 блокадных дней сотрудники историко-культурного центра проведут и для учеников других школ. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. На сегодня это все. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до свидания.